Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азии» с главными событиями дня. В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. В Узбекистане сожжен дом правозащитника, который расследовал факты принудительного детского труда на хлопковых плантациях Всемирного банка. Сгорела вся документация и по правозащитной работе, и в частности по принудительному и детскому труду. В Екатеринбурге Краеведческий музей на весь мир заявил, что на Урале обнаружен фрагмент легендарного надгробия Тамерлана. В ответ в Самарканде предъявили целую плиту. У нас-то как раз плита от подлинника. Назад в будущее. Путин решил возродить советскую пионерию. Пионерами станут вновь все российские школьники. В Москве гадают, каким будет новый пионерский значок. Выучить шить, а может быть и вышивать. Как артель кыргызских мужчин занялась исключительно женским делом. Красная – любовь. Зеленая – надежность. Это одно из любимых сочетаний у кыргызов. Украина. Донбасс сотрясается от взрывов. В Сватово, Луганской области, на складе боеприпасов произошел пожар. Началось детонирование. Мощные взрывы гремели всю ночь. Склады взорвались на территории подконтрольной украинскому правительству. По информации Минобороны, погибли как минимум два человека. Среди военнослужащих и местных жителей есть раненые. Повреждены частные дома и административные здания. В зоне поражения 476 многоэтажных и частных жилых домов, в которых проживают около 6 тысяч человек. Местные жители ночь провели в подвалах. На складе хранилось 3,5 тысячи тонн боеприпасов. Правительство Кыргызстана ушло в запланированную отставку. Следующее правительство будет сформировано новым составом парламента, который приступил к работе. Пока же новые депутаты заняты созданием коалиции. А жители республики гадают, какие из бизнесменов, заплативших за место в Джогурку Кенеш, станут министрами. Репортаж Аделета Бектурсунова. Я знаю, где мой кабинет. Я знаю, что нужно подниматься, пройтись. Я уже так примерно ориентируюсь. Блуждать по бесконечным узким коридорам еще не приходилось. Но изучать все изнутри придется долго. Теперь в Белом доме Эльвира Сурбалдиева свой человек. Президентская особня выше. Да, да, да. Все, наверно. Разобравшись с законами бизнеса в Лондоне, она продолжила семейное дело, которое достался ей от отца. При режиме Бакиевых погиб мой отец. Это как раз таки 2005-2010 года. И все, что я пережила в тот период, это был настолько сильный прессинг бизнеса. О демократии там вообще слова не было. Там обсуждалось, принималось решение непосредственно президентом, его сыном, его братом. Теперь своей миссией видит помощь другим начинающим предпринимателям. Философия простая. Государство не должно душить бизнесменов несанкционированными проверками. Предприниматель не должен зависеть от определенного лица. Должна работать система. Работа системы – это потом. А пока главная задача – быстро учиться завоевывать доверие избирателей. Для этого Эльвира готова лишить себя привилегий. Меня устраивает моя машина. Я проживаю в городе Бишкек, у меня есть своя квартира. И мне государственная квартира не нужна. Разговоры о привилегиях, пожалуй, самая популярная и обсуждаемая тема в кулуарах парламента. Депутаты хотят отказаться от служебных квартир, машин, готовы даже снять с себя неприкосновенность. Небольшой, маленький кабинет, но, знаете, так как мы изначально решили отказаться не то что от хороших кабинетов, да, а вообще от привилегий. Некоторые депутаты пошли еще дальше. Предлагают запретить близким родственникам занимать высокие государственные должности. Впрочем, пока все обещания только на словах. Скорее всего, закон, лишающий депутатов привилегий, будет рассмотрен одним из первых на ближайшем пленарном заседании. Сгорел дом узбекского правозащитника Дмитрия Тихонова. По его предположению, пожар был организован умышленно. Дмитрий Тихонов занимается исследованием принудительного труда на хлопковых плантациях Всемирного банка. Его уже не раз задерживала местная полиция. В конце сентября Тихонова избили в участке, а в конце октября пытались судить по обвинению в хулиганстве. Правозащитник связывает давление на него с мониторингом хлопкового дела нынешнего года, когда тысячи сотрудников и работников бюджетных организаций и учащиеся колледжей и вузов в принудительном порядке были отправлены на уборку хлопка. Когда случился пожар, Тихонов отсутствовал дома. Вот что он рассказал в нашей программе. О пожаре соседи через стенку сказали, что они почувствовали запах гари примерно в 4 часа утра. Вышли на улицу, увидели, что пламя вырывается из окна, горит крыша, трещит шифер. Они вызвали сразу пожарных, и один из соседей попытался потушить. Когда приехали пожарники, они, естественно, приступили к тушению, но через какое-то время у них кончилась вода, и они уехали заполнять резервуары. Как-то ни странно, сгорела только та комната, мой рабочий кабинет. В этом рабочем кабинете находились два компьютера, ноутбук, различная аппаратура для работы, фотоаппаратура, телефон и прочие различные приборы. Вот, кроме, это все сгорело. Это все сгорело. Сгорела вся правовая библиотека, которая у меня была за столько лет собранная. Сгорела вся документация и по правозащитной работе, и в частности, по принудительному и детскому труду. Дмитрий Тихонов утверждает, что из его дома перед поджогом были украдены все документы и материалы, которые касаются его расследования. Пропало два жестких диска, два внешних жестких диска. То есть на них была собрана вся основная, наиболее ценная информация. Вот, один диск находился в металлической коробке. Я нашел эту коробку, но, как оказалось, жесткого диска в ней не было. Коробка была пуста. А второй жесткий диск тоже находился там в определенном месте. И, что интересно, те предметы, которые находились рядом с ним, мне под обломками тоже их найти удалось, но жесткого диска я также не нашел. Из этого я делаю вывод, что два жестких диска пропали. Свобода слова в интернете продолжает снижаться. В 32 странах из 65, в которых были проведены соответствующие исследования, происходит сокращение свободного сегмента интернета. Таким выводом пришли авторы доклада Freedom on the Net. Его ежегодно публикует правозащитная организация Freedom House. Каждая из 65 оцениваемых стран получила показатель по 100-бальной шкале. 0 – наиболее свободное, 100 – наиболее несвободное. По данным Freedom House, Узбекистан получил 78 баллов, Казахстан – 61, Кыргызстан – 35, Россия – 62 балла. При этом встает вопрос, в то время как экстремисты все шире используют интернет для рекрутирования сторонников и пропаганды своих идей, каким образом свобода сети сочетается с борьбой против терроризма. Комментарий одного из авторов доклада представителя Freedom House Лоры Рид. Эту тенденцию мы наблюдаем в нескольких странах. Я имею в виду борьбу с контентом, который считается пропагандой терроризма. Границы здесь довольно размыты, и властям трудно решить, как вести себя в подобных случаях. Мы не считаем, что цензурирование является хорошим решением. Речь идет, если говорить точнее, о случаях применения законов, которые имеют широкое толкование для цензуры контента. Особенно в России мы наблюдаем подобную практику по отношению к контенту, содержащему критику властей или комментарии в отношении украинского конфликта или же деятельности различных религиозных групп. На Урале едва не случилась научная сенсация и мировой скандал. Музей в Екатеринбурге заявил, что фрагмент плиты с могилы великого тюркского полководца Тамерлана находится в его экспозиции. Но, как выяснилось, оригинал надгробия в целости и сохранности лежит, как и лежал в мавзолее в Самарканде. Как на имени Тамерлана хотели сделать пиар на Урале? В репортаже Екатерины Пономаревой. Работают, да? Уважаемые друзья, уважаемые коллеги. Сегодня у нас по-настоящему уникальный день. Эта презентация могла стать событием в мире науки. Екатеринбург, Краеведческий музей. Портовой тряпкой под стеклом прикрыта плита с могилы Тамерлана. Так анонсируют сами музейщики. Сенсация не меньше, потому что в Самарканде в мавзолее завоевателя все цело. Плита лежит, к ней водят экскурсии. Камень как может быть у нас, если весь подлинник находится в Узбекистане? И как он к нам попал? У нас-то как раз плита от подлинника. Потому что во время туркестанских походов он был практически в руинированном состоянии. Вообще-то мавзолей Гуры Мир. И там мало что сохранилось подлинного. И вот как раз кусок подлинной плиты у нас находится, которую подарил музею генерал-лейтенант Александр Евстафьевич Баранов. Сомнения в подлинности экспоната возникли у многих. Глава местной узбекской организации Абит Туратов о новом экспонате услышал из новостей. Камень на могиле в усыпальнице Гуры Мир он считает национальным достоянием узбекского народа. И видел его не раз. Увидев уральский экспонат, выдохнул с облегчением. Камень-то не тот. С одной стороны, убедительно, просто так, риск такой, новость, такая новость. Это камень же, просто камень. А дух вот Томерлана это другое. Очевидно, руководство музея запуталось в формулировках. Могильная плита Томерлана на деле оказалась камнем из оградки вокруг усыпальницы. Фрагменту 570 лет. Его действительно не достает в мавзолее в Самарканде. На Урал камень привез генерал Баранов. Привез как трофей из туркестанского похода еще в конце 19 века. То ли стащил из мавзолея, то ли купил где-то. Историю умалчивает. Плиту он геройски вручил музею. Там находку описали и убрали подальше. Так метровый камень не пролежал незамеченным больше века до очередной переписи хранилищ. И в общем-то музейщики теперь не скрывают, что находка – неплохой такой пиар. Ну вот так. А сейчас надо было, наверное, специально это все изучить и поискать, чтобы к 145-летию музея мы смогли такой интересный, эффектный проект реализовать. Мавзолей Тимирлана в Самарканде восстановлен по эскизам. В нем много новодельных деталей. Усыпальница страдала от землетрясений и покушений других завоевателей. Персидский военачальник, по легенде, разорил усыпальницу, но был вынужден вернуть все на место, потому что после этого ему жутко не везло. При Сталине могилу вскрыли аккурат перед 22 июня 41-го. Легенда гласит, из-за проклятия Тимирлана и началась война. Лишь когда прах вернули обратно, в сражениях произошел победный перелом. Пока этот камень изучали, музей впервые попал в криминальные сводки. Сотрудников обвиняют в том, что они при исследованиях нанесли непоправимый урон древнейшему деревянному идолу. Еще рубль снова сдал позиции как раз в те даты. Но музейщики в проклятии не верят и отдавать камень Узбекистану не хотят. Они ждут, что имя Тимирлана приведет к ним иностранных туристов и мировых историков-востоковедов. Екатерина Подомарева, Настоящего Времени. Далее в программе. Назад в будущее. Путин решил возродить советскую пионерию. Пионерами станут вновь все российские школьники. В Москве гадают, каким будет новый пионерский значок. Лишь пионерам всегда будут готовы. Выучить шить, а может быть и вышивать. Как картель кыргызских мужчин занялась исключительно женским делом. Красная – любовь. Зеленая – надежность. Это одно из любимых сочетаний у кыргызов. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании детско-юношеской организации «Российское движение школьников», куда войдут все школьники страны. На ее создание выделены огромные деньги. Между тем, в Министерстве образования и в школах, в связи с неожиданным указом Путина, царит растерянность, поскольку там не понимают, как реализовать новую затею президента. Тем временем в России уже назвали инициативу Путина возрождением советской пионерии и обсуждают, какими будут атрибуты новых пионеров. Давайте вспомним, как это было. Дорогой Леонид Ильич, пионеры, все ребята нашей страны, гречо и нежно любят вас. Это кадры с 25-го съезда Коммунистической партии СССР. Пионеры обращаются к генеральному секретарю Леониду Ильичу Брежневу. Советских школьников часто использовали на подобных мероприятиях. Некоторые слова из этого обращения приобрели в последнее время новую актуальность. Верны вы долгу своему. И если уезжаете, то и на отдыхе в Крыму работать продолжайте. О реанимации пионерии разговоры идут уже давно. Весь период правления Путина так или иначе культивировалась ностальгия по советским традициям, в том числе и по пионерским и комсомольским организациям. Представители российских элит посещали стилизованные под советскую эпоху мероприятия. Вот один из последних примеров. Американские советологи пытаются разгадать причины любви Путина ко всему советскому. Новый царь. Взлеты царствования Владимира Путина. Так называется новая книга журналиста Стивена Ли Майерса. По его мнению, Владимир Путин это сплав царя и генерального секретаря. О феномене личности президента России с автором книги побеседовали наши американские коллеги. Президент России находится в разных качествах у власти вот уже 15 лет. Но для западных аналитиков и экспертов он по-прежнему остается человеком, полным загадок. Правда, загадки эти обычно из области политических страшилок, нежели добрых сказок. Стивен Ли Майерс, автор недавно вышедшей книги о главе российского государства, считает, что корни личности Владимира Путина надо искать в советских временах. Именно в те годы, говорит он, у тогдашнего сотрудника спецслужб сложился романтический взгляд на действительность. С самого детства, говорит Майерс, Володя Путин верил в коммунистические идеалы, любил спорт и родину. После просмотра кинофильма «Щит и меч» он захотел работать в разведке, и мечта его в итоге сбылась. Путинскую политику возврата к национально-имперским ценностям Майерс объясняет тем, что президенту не дает покоя ностальгия по Советскому Союзу. Ведь не зря же он назвал распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Получается, что реваншистская и экспансионистская стратегия Кремля, агрессия против Грузии, аннексия Крыма — это попытки Путина вернуть России по кусочкам славу супердержавы. Даже если фальсификация выборов и преследование оппозиции опять делают ее похожей на империю зла. Очень много людей утверждают, что Путин с самого начала злоупотребляет своей властью. Среди его критиков есть те, кто говорит, что еще в первый президентский срок он установил жесткий контроль, который сильно выходил за рамки, установленные законом. Затем Путин фактически устранил оппозицию, завинтив гайки российской политической системы, включая контроль над СМИ и многое другое. Но сейчас мало кто считает Путина либеральным. Даже экс-президент США Джордж Буш-младший, который стал главой государства одновременно с Владимиром Путиным и часто с ним общался, не испытывает к российскому лидеру больших симпатий. Хотя Буш-младший и упоминал о том, что взглянув в глаза президента России, он увидел в них его душу, позднее он сравнил Путина с подростком, которого невозможно переубедить в том, что он неправильно воспитан. Очевидцы, например, писатель Питер Бейкер, даже приводят слова 43-го президента США, который он якобы сказал Андерсу Фогу Расмусу, впоследствии генеральному секретарю НАТО. Путин больше не демократ, он царь. Мне кажется, многие люди и вправду находят в стиле правления Путина черты, присущие царю. Например, попытка вернуть российскому государству статус империи. Если не на деле, то хотя бы в сознании людей. Он сам подчеркивает, что все, что он делает, он делает для блага страны. При этом он же сам и определяет, что лучше для страны, а что хуже. В то время как никакой общественной дискуссии по этому вопросу мы не наблюдаем. Я не думаю, что кто-нибудь возразит по поводу того, что сейчас в России власть Путина, никем не ставится под сомнение. За 15 лет Путин прошел путь от ставленника Ельцина до авторитарного правителя с головокружительным рейтингом. При этом западные политологи призывают рядовых россиян не забывать о том, что слишком часто в истории твердая рука сперва обеспечивала своему народу стабильность, а затем отнимала у него свободу. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. В России опять, как в 90-е годы, участили случаи мошенничества с квартирами сирот. Так называемые черные риэлторы буквально охотятся на выходцев из детских домов и интернатов с тем, чтобы завладеть жильем, которое им выдают при наступлении совершеннолетия. Сироты легкая добыча, поскольку очень доверчивы, а заступиться за них, как правило, некому. Репортаж Вадима Кондакова. Это Тамара. Ей 24 года. Она работает консьержкой в подмосковной новостройке и живет тут же, на рабочем месте. Ты здесь и живешь, получается? Да. Вот на этой кладушке сплю, здесь сижу, документацию веду. В это трудно поверить. Она молодая девушка, коренная москвичка, а еду готовят там, где обычно справляют нужду. Там у нас туалет, плитка, там готовлю. Получается, что готовить приходится в туалете, да? Ну да. А ведь еще недавно у Тамары была своя квартира. Однокомнатная, зато уютная и удобная. В престижном районе Москвы, которое ей сироте дали после выпуска из дома-интерната. Моя квартира. Ее квартира теперь принадлежит некоему Алексею Гудкову, который по какому-то счастливому совпадению появился в ее жизни, когда Тамара получила право на приватизацию своего жилья. И когда ей очень нужны были деньги. Гудков предложил девушке заработать, заложить свою жилплощадь и выкупить чужую. Мы закладываем в банк, берем оттуда по 2 миллиона, отдаем человеку, которому нужно 4 миллиона, вот, и его квартира забирается, продается вдвое дороже. Тоже залог гасится, а все остальное делится пополам. И она согласилась. Новый знакомый был настойчив и стремителен, всегда имел на готове объяснения и не давал времени на раздумья. Советоваться ей было не с кем. Но уверенности придавало то, что несколько бывших одноклассников по школе-интернату тоже имели дело с Гудковым. А когда однажды Тамара захотела вернуть свою квартиру, оказалось, что та ей больше не принадлежит. А он начал свое говорить, гнуть. Это теперь моя, это квартира моя, ты ничего уже не сможешь сделать. Мы позвонили Алексею Гудкову с просьбой о встрече. Он отказался от съемок, но пояснил, что он добросовестный приобретатель и что заплатил за квартиру 3 миллиона рублей. Гудков пообещал бороться за свою собственность, а Тамару назвал мошенницей. Когда Тамара написала заявление в полицию, ей отказали в возбуждении уголовного дела. Мол, она сама подписывала все документы. Но адвокат девушки уверена, к этому делу нельзя подходить формально и собирается проводить специальную психологическую экспертизу. Наша Тамара, она воспитанница детского дома. Она доверчива, она привыкла, что она получает какую-то помощь социальную от других лиц, от государства. И в этом случае она восприняла Гудкова таким же образом, что он ей должен чем-то помочь. Адвокат уверена, что если им удастся убедить правоохранительные органы в том, что Тамару обманули, это поможет не только ей. Ведь доверчивых сирот с их квартирами еще очень много, а их слез все равно никто не видит. Я все уже называю бомжом. Я не хочу быть бомжом. Вадим Кондаков, Стас Феофанов. Настоящее время. В Центральной Азии до сих пор производят войлочные изделия по старым традициям. К примеру, в Кыргызстане такие мастерские можно найти по всей республике. Опять же, по традиции там работают только женщины. Но, как говорится, в любых правилах всегда есть исключения. Рассказывает Жебек Бегалиева. Такого в Кыргызстане, пожалуй, нет больше нигде. Это мастерская по изготовлению национальных предметов быта из войлока. Инструменты, материалы, техника работы почти такие же, как в других цехах. Вот только вместо женщин здесь работают мужчины. Мы можем заставить конкуренцию любой мастерице. Мужчины прекрасно могут справиться даже с тонкой работой. Многие, конечно, удивляются, когда видят нашу команду. У кыргызов этим обычно занимаются женщины. И, пожалуй, вообще мало кто рисует из войлока портреты. Это любимый жанр максата. Потому как картины, например, делают многие мастера. Хотя, кажется, только в этой студии, где работают одни мужчины, так много лирики. У них даже выбор цветов орнаментного войлока не случайен. Красная – любовь, зеленая – надежность. Это одно из любимых сочетаний у кыргызов. Не зря же сказано, что узор на шердаках говорящий. Войлок должен нести тепло не только физически. Шить на машинке в мастерской умеет каждый. Этим тут не удивишь. Из занятий типично мужских – изготовление деревянного каркаса юрты. Как только юрта будет готова, ее выставят на продажу. Для маленького городка, в котором нет производства, это неплохой способ выжить. Я думаю, работа есть. Просто не всем удается ее найти. Некоторым удается найти в Москве или в Бишкейке, или, может, где-то в Европе, может, в Америке. У каждого своя дорога. Каждый человек идет по своей дороге. Я считаю, я свою дорогу нашел. Взять в мастерскую девушек ребята пробовали, но спустя какое-то время ученицы просто не выдерживали, уходили. Потому парни удивляются, как до сих пор такой тяжелый труд считается в Кыргызстане женским. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karantime.tv. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»